Колбасный продукт. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Елена Костина, программа Разворот на Эхо Москвы в Сызране. Время обеденное, возможно, это и навеяло идеи сегодняшнего выпуска. А поговорим мы о качестве современных мясных продуктов и, в частности, о колбасе, нашей любимой колбасе. Сегодня у нас в гостях специалист мясомолочной промышленности, в прошлом начальник колбасного цеха Сызранского мясокомбината, человек серьезного образования Ордена Красного Знамени Московского технологического института молочной и мясной промышленности Нина Николаевна Янщикова. Здравствуйте, Нина Николаевна. Здравствуйте. Мы общаемся с вами в прямом эфире. Телефон редакции 984646. Номер для СМС-сообщения 9277-445555. Тема выпуска вопросительна. Является ли колбаса новым элементом таблицы Менделеева? По традиции программы мы проводим голосование. Вот вам, дорогие радиослушатели, вопрос на засыпку. Правдив ли состав продукта, указанный на оболочке колбасы? Ваше мнение. Если считаете, что да, звоните по телефону 916-416. Если нет, 916-417. Звонок бесплатный. Итак, правдив ли состав продукта, указанный на оболочке колбасы? Нина Николаевна, вспоминаю годы своего детства. Когда колбасы было мало, вот очень мало, в очередь за ней стояли часами. Но какая была колбаса? Колбасный магазин находился в том здании на улице Советской, где сейчас расположен магазин «Русский текстиль». Тогда рядом с магазином детских игрушек «Буратино». Помните? Да, конечно. И когда в магазин завозили колбасу, а случалось это, дорогие радиослушатели, не каждый день, далеко не каждый, я бы сказала, уверяю вас, иногда многочасовое стояние в очереди заканчивалось ничем. Но запах, запах прекрасный. Только что сделанной колбаски из свежего, больного мяса. В то время, наверное, и не знали про замороженное сырье. По всему центру города шлейфом летел запах, которого, не знаю, поколение молодых. Я помню его до сих пор. Но вы только помните. Такого качества, я признаюсь, сейчас не встречала. Но, возможно, я не там искала. В этом мы попытаемся разобраться с гостью выпуска Нины Николаевны Янчиковой. Нина Николаевна, возможно, зря бытует мнение, что в магазине «Выбор колбасы» только между, знаете, вот откровенно некачественной и относительно съедобной, то, от которой вред наступит немедленно, именно из-за медленного действия, которое сгубит наше здоровье, но чуть позже. Верно ли это утверждение? Вы знаете, Елена Михайловна, наверное, верно. Потому что в магазинах присутствует как колбаса хорошего качества, так и колбаса, которая ориентирована на более, скажем так, не платежеспособное население, которое может себе позволить данный колбасный продукт. Который не может позволить другой колбасный продукт. Ну, скажем так, да, который не может себе позволить купить дорогой продукт из натурального мяса. Скажем вот так вот. Но на сегодняшний день ассортиментная линейка в магазинах, она достаточно широка, поэтому на любой вкус, на любой кошелек можно выбрать мясную продукцию. Но здесь немножко другой момент. Если мы говорим о той колбаске нашего детства, то тогда существовала система ГОСТов, и вся колбаса, она изготавливалась исключительно по ГОСТам. Сейчас колбаса готовится по техническим условиям, и поэтому на усмотрение производителя эти технические условия предполагают тот или иной состав. То, что касается состава, который указан на оболочке колбасы, как правило, тот производитель, который указывает состав на оболочке, то этот состав соответствует действительности. Другой вопрос, что ведь там не указывается процентное соотношение. То есть, если там указывается, что в состав входит, допустим, говядина, там, свинина, да, то не указывается, говядина какого сорта, это за редким исключением, свинина какая, жирная, полужирная, мясная свинина, и, самое главное, не указывается в каком количестве. А то, что все эти продукты входят в состав этой колбасы, ну, это, наверное, объективно, это, наверное, и так. Вопрос, на сколько процентов они являются составляющими данной колбасы? Опять, это зависит от того рецепторного состава, который прописан в технических условиях. То есть, каждый производитель… И все незаконно утверждены? Да, и все незаконно утверждены, и все они приняты. Поэтому каждый из производителей принимает самостоятельное решение, какое количество, значит, колбаски он будет, мяска он будет закладывать в ту или иную колбаску. Но, если колбаса гостовская, то она стоит в очень жестких условиях, и если там прописано, что это колбаса высшего сорта, то есть, она должна и включать в себя и мясное сырье, которое соответствует этому сорту. Если вы приходите в магазин и видите, что это московская, вареная-копченая, сделанная по густу, то она должна соответствовать густу, значит, в ее составе должна быть говядина только высшего сорта, значит, она должна иметь шпик, размеры которого не более 4 мм, и шпик должен быть равномерно распространен в фарше. Если вы этого не видите, если вы видите глазки, соединительные ткани, если вы видите, что шпик более 4 мм, значит, это уже не та колбаса, за которую ее продают. Нина Николаевна, давайте сейчас мысленно пройдемся по прилавкам нашего города и прилавкам нашего региона. Вот есть ли на прилавках в Сызрани, в Октябрьске и в районах та колбаса, которая бы заслуживала старого советского знака качества? Вы знаете, если мы пришли в магазин, то первое, как вы сказали, мы должны подойти к колбаске и почитать состав. Если производитель заявляет, что это колбаса густовская, и, значит, ее состав соответствует густу, то мы можем рассчитывать, что именно эта колбаса та, которую мы ели в свое время. Но парадокс заключается в том, что когда к нам хлынули новые технологии, а ведь, допустим, использование всевозможных добавок в колбасных изделиях, это ведь не наша советская технология, это, как правило, немецкие технологии, это, как правило, австрийские технологии, это швейцарские технологии, то есть в советское время мы в таком количестве добавки не использовали. И вот эти технологии, они как раз предполагают использование усилителей вкуса. В данном случае я говорю о глютамате. И вкус изделий колбасных на сегодняшний день формируется не мясным сырьем, а формируется как раз вкусом добавок, в том числе и глютаматом. К сожалению, на сегодня, если вы возьмете кусок мяса, который был выращен в хороших условиях, и вы его будете варить, то вы будете рассчитывать на то, что это должно быть душистое, вкусное, ароматное. А когда вы его сварите, вы этого не видите. Это говорит о том, что ваши рецепторы настроены уже на иной вкус. То есть на большее количество глютамата, на большее количество ароматизаторов. И поэтому, если мы сейчас сделаем ту советскую колбаску, которая была, может быть, мы от нее не получим того ожидаемого эффекта, который мы бы хотели получить. К сожалению, это вот на сегодняшний день то, что мы имеем. То есть использование глютамата во всех блюдах, практически во всех блюдах. То есть если мы возьмем это и колбасные изделия, и мясные полуфабрикаты, салатные какие-то заготовки. Допустим, ведь не секрет, что в морковь по-корейски ложат глютамат, да, для усиления вкуса. Возьмите любые чипсы, любые сухарики. Что там присутствует? Там присутствует глютамат. Поэтому нам это хочется есть и хочется есть. И вот это, наверное, скорее огромный минус новых современных технологий. В своем выступлении вы упомянули мороженое мясо, скажем так. Но вот я открою вам небольшую тайну, что из парного мяса никогда не делали колбасные изделия, за исключением сортов вареных колбас. Потому что парное мясо, оно обладает хорошей влагосвязывающей способностью, оно может впитывать влагу. А выход у колбасных вареных изделий, как правило, он выше, чем у полукопченых и вареных копченых изделий. А вот на изготовление хорошего качества колбас полукопченых, вареных копченых и тем более сырокопченых должно идти только созревшее, хорошего качества мясо. То мясо, в котором закончились все биохимические процессы, которые начались при убое скота. Понимаете, да? То есть вот это вот наше, то, что из парного мяска можно приготовить хорошую соляночку, но приготовить хорошую полукопченую колбасу из такого мяса невозможно. Но сосиски, вареную колбасу, молочную, докторскую. Но вот смотрите, когда у нас мясо считается парным, то есть тогда, когда его температура от 36 до 32 градусов, когда температура тела начинает, вернее, температура мяса становится ниже, то это говорит о чем? Это говорит о том, что вот те процессы, которые начались, то есть вот разложение молочной кислоты, там, разложение каких-то других элементов. Оно происходит, и вот есть такое понятие в мясной промышленности, понятие созревания мяса. Вот, значит, мясо остывает, остывшее мясо, вернее, даже не остывшее, а охлажденное, потому что худшее мясо в колбасном производстве – это остывшее мясо. Мясо должно пройти от парного, стадию парного мяса, стадию остывшего мяса, значит, получить статус охлажденного мяса, это тогда, когда в мышечной ткани температура будет, значит, не выше, нет, не выше плюс 4 градусов. Плюс 4. Да, плюс 4 градусов. И вот в этом состоянии мясо можно отправлять в колбасное производство, его обваливают и готовят из него, ну, скажем так, мясные заготовки, то есть это готовят из него фарш, который ставят на созревание. Фарш созревает в присутствии посолочной смеси, либо это сухой посол, либо это влажный посол, и в зависимости от того, как было приготовлено это мясное сырье, то есть это шрот или это фарш, в зависимости от того, на какой решетке он был сделан, то есть и сроки созревания у него различны, то есть от 24 до 72 часов. И только после этого, когда мясо пройдет вот эту вот стадию созревания, его направляют в производство, на изготовление колбасных изделий. В связи с тем, что Вы сказали, хотела напомнить нашим радиослушателям о свойствах синтетического глютамата или усилителя вкуса, который входит сейчас во все промышленные приправы и почти во все виды промышленно приготовленной пищи. Речь, к сожалению, идет не только о колбасе, как Вы уже сказали. Вы хотели что-то добавить? Да, я хотела здесь опять развеять мнение, что глютамат только в промышленных изделиях. Ну вот посмотрите, любая хозяйка готовит плов, к своему плову она покупает приправу. Промышленно изготовленную? Ну да, в составе этой приправы. То есть она плов-то готовит дома, а приправу-то она использует ту, которую она купила. Скажем так, не любая хозяйка использует магазинную приправу. Ну, как правило, вы посмотрите, мы настолько привыкли, это же удобно, да, пришел, купил, приготовил вкусно. Это удобно. И как Вам сказать, ну без этого уже никуда. Боюсь, что все-таки мы дожили до времени, когда приходится выбирать между легким и правильным. Вот к вопросу о глютамате. Ведь при его частом потреблении, а у нас, к сожалению, ежедневное потребление, неизбежно приводится к деструктивным изменениям глазного дна. Это усталость глаз сначала, потом снижение зрения, и вообще частичная слепоте, и особенно быстро эти изменения, к сожалению, происходят у детей. Почему и не рекомендуют, допустим, есть ту же колбасу беременным женщинам, очень не рекомендуют. Или Вы считаете, что это тоже миф? Вы знаете, у нас есть очень хороший, значит, пример. Это японская кухня. Японская кухня, китайская кухня, корейская кухня, да? Так. Они используют глютамат практически везде, и в таком количестве, которое нам даже не снилось. Но, тем не менее, количество слепых у них не больше, чем у нас. То есть Вы считаете, что эти выводы ученых не совсем верны? Вы знаете, я думаю, что это больше надуманная проблема. Да, это плохо. Это никто не спорит. Это препарат, который получен химическим путем, то есть его излишки, конечно, влияют, потому что они вмешиваются в обмен веществ организма, и это однозначно. Но так ли уж они опасны, как нам это преподносит? Есть ли, в общем-то, научные исследования, изыскания, которые подтверждают эти факты? Если бы это было так плохо, наверное, все-таки соответствующие службы наложили запрет на использование данного вида препарата. Но ведь многие пищевые добавки, в том числе, запрещены у нас в стране. Я сейчас говорю не только о глютамате. Глютамат не запрещен. Не запрещен. Не запрещен. И те добавки, которые используют наши перерабатывающие предприятия, я вас уверяю, они все допустимы. Вот уж действительно не верь глазам своим, читая информацию о тех пугающих, скажем так, пугающих добавках, о которых нам пишут многие средства массовой информации. Вот наши не колбасы, Елена Михайловна, я вас перебью. Здесь, наверное, нужно говорить о составе колбасы, о количестве того белка, животного происхождения, в состав которого входят незаменимые аминокислоты, которые входят в состав колбас. То есть почему мы едим колбасу? То есть вообще надо идти с самого начала. Что такое колбаса? Колбаса – это продукт, который способствует утолению голода. То есть мы его почему? Мы хотим кушать, мы употребляем колбасу. Удобно, очень удобно. И вкусно, не только удобно. И вкусно. Но мы хотим, и вот я что хочу сказать, что в советское время это было необходимо, это было вкусно, но тогда очень чётко политика нашего государства была направлена на то, чтобы это было и полезно. Поэтому все те гостовские колбасы, которые мы имеем сегодня, они содержали достаточно высокий процент мясного сырья. Причём мясного сырья высокого качества, который имеет в своём составе большое содержание мышечной ткани. Сейчас я опять говорю о том, что к нам пришли технологии иные, технологии не наши, технологии не советские. А у них, значит, они предполагают использование огромного количества добавок, которые, скажем так, я не могу сказать, что они очень вредные, но не приносящие ту пользу, которую приносят, допустим, незаменимые аминокислоты, входящие в состав животного белка. Вот мы сейчас коснёмся с вами той пресловутой сои, да, которая пугает население. Так вот, я хочу жителям нашего города сказать, что соя, которая входит в состав колбасных изделий, это самое маленькое зло, то есть это наименьшее из зол, которое входит в состав колбасы. Вот как? Да, это именно так. Для чего вводилась в состав колбасы соя? Это шла замена дорогого мясного сырья более дешёвым растительным белком. Я вам открою одну маленькую тайну, один маленький секрет, что в составе густовских колбас советского производства тоже была соя, но её замена допускалась не более, скажем так, вот для высших и первых сортов, не более, там, скажем, 50% от состава. Другой вопрос, что у нас сейчас ведь не все производители, они добросовестные. И, скажем так, в основе любого мясного производства лежит рентабельность этого производства. Мясное производство, оно энергоёмкое, оно дорого. И для того, чтобы заработать какие-либо деньги, нужно, чтобы этот продукт был рентабельным. А как снизить рентабельность продукта? Потому что в закладке, если исходить из ГОСТа, то там 70-80% это мясное сырьё, это очень дорого, понимаете? Мы недостаточно богатое государство, у нас население небогатое, поэтому производитель, он ориентирован на выпуск колбасных изделий. Да, у нас, прошу прощения, что перебиваю вас, у нас и валовое производство мяса всего лишь на одну треть. Это второй вопрос, к которому мы с вами вернёмся. И мы пока что говорим о сои. И вот когда производитель вводит сои больше, чем могут позволить вкусовые качества продукта, тогда он начинает формировать вкус мясного изделия добавками другими, то есть различными ароматизаторами. Хорошо, если это будут идентичны и натуральным, а то это могут быть и химические ароматизаторы, всевозможные загустители, подсластители, красители. А идентичны натуральному не химическим? Идентичны натуральному? Нет, это, значит, это ароматизаторы, которые готовятся из натурального сырья, то есть это вытяжки натуральных каких-то компонентов, как правило. То есть это не чисто химический препарат, который приготовлен в пробирке и представляет из себя, скажем так, белый кристаллический порошок. Поэтому, значит, здесь ещё какой момент можно отметить, что, допустим, использование жиросодержащего сырья вместо мясного сырья, допустим, содержание, скажем так, коллагена содержащих элементов, это, допустим, использование свиной шкурки в колбасных изделиях, это использование манной крупы как наполнительное, это использование всевозможных видов клетчатки. Всё это присутствует, всё это есть. И мы реально должны понимать, что когда мы приходим в магазин и покупаем сосиски или, скажем так, пельмени по цене от 80 рублей до 150 рублей, мы реально должны понимать, что мы покупаем не мясной продукт, мы покупаем однозначно мясосодержащий продукт, который содержит, значит, помимо очень маленького количества мясного сырья, ещё всевозможные добавки, которые, скажем так, наполняют эту оболочку и формируют вкус этой оболочки. Опираясь на рассказ Нины Николаевны, хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Как, на ваш взгляд, правдив ли состав продукта, указанный на оболочке колбасы? Если считаете, что правдив, звоните по телефону 916-416. Если не согласны, 916-417. Это вопрос нашего с вами голосования. Мы общаемся с Ниной Николаевной Янщиковой, гостьей студии в прямом эфире, телефонная редакция 98-46-46. Нам важно знать ваше мнение, согласны ли вы с мнением нашей гости, или, может быть, у вас свой особый взгляд на состояние колбасного рынка и производство колбасных изделий в нашей стране, в нашем регионе, в частности. 98-46-46. Номер для смс-сообщения 9277-44-5555. Продолжайте, Нина Николаевна, я слушаю вас настолько внимательно, насколько давно не слушала ни одного гостя в студии. Спасибо. Я хотела поговорить о мясе. Значит, мы всё время говорим о том, что у нас размороженное мясо, замороженное мясо, импортное мясо, наше мясо. И когда мы говорим о мясном сырье, то нам с экранов от средств массовой информации всё время говорят, что... И прошу прощения, что перебила вас. В редакцию поступил звонок. Давайте примем его и потом продолжим наш разговор. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это радио «Эхо Москвы»? Да, это «Эхо Москвы». Я по поводу колбасы тут слушаю сейчас передачу. Да, слушаем вас. Представьте, пожалуйста, как к вам обращаться. Александр. Ага, очень приятно, Александр. Слушаем ваш вопрос. А что можете сказать по поводу Сызранской колбасы? Как наш мясокомбинат делает? То есть вы хотите узнать мнение нашей гости о продукции Сызранского мясокомбината? Спасибо за ваш вопрос. Спасибо. Ну, что я могу сказать. Сызранский мясокомбинат работает в соответствии с теми техническими условиями, которые у них имеются. Техническими условиями? Ну, конечно, конечно. Не ГОСТ, а именно технические условия. Ну, значит, ассортимент Сызранской колбасы, он представлен, наверное, той продукции, которую они вырабатывают. Я, к сожалению, сейчас не работаю на Сызранском мясокомбинате, но я хочу сказать, что, в общем, там достаточно хороший коллектив и достаточно профессиональные сотрудники работают. И, наверное, они работают в соответствии с той нормативной базой, которая имеется у них на комбинате. Более подробно мы эту тему осветим после выпуска новостей. Сейчас подошло их время. И вновь в эфире программа «Разворот». С вами его ведущая Елена Костина и наша гость Янина Николаевна Янщикова, специалист мясомолочной промышленности. В прошлом начальник колбасного цеха Сызранского мясокомбината. И телефонная редакция 984646. Мы общаемся с нашими гостями в прямом эфире. Номер для ваших смс-сообщений 9277-4445555. Тема сегодняшнего выпуска как бы вопросительна, поскольку не уверены мы в утвердительном состоянии этого вопроса. Является ли колбаса новым элементом таблицы Менделеева? Что мы едим? В каком качестве мы покупаем те продукты, которые на наших прилавках? Дорогие радиослушатели, хотим узнать ваше мнение. Правдив ли, на ваш взгляд, состав продукта, указанный на оболочке колбасы? Если считаете, что правдив, звоните по телефону 916-416. Если не уверены в его правдивости, звоните по телефону 916-417. Нам важно знать ваше мнение. Нина Николаевна, возвращаясь к вопросу позвонившего нам радиослушателя Александра. Ох, огорчили, огорчили вы нас, честно говоря, словами о том, что главный производитель нашего города, производитель колбасы и традиционно любимый нами комбинат работает, увы, не по ГОСТу, а по техническим условиям. Ну, извините, это ведь реалии времени. Как мы можем сейчас работать по ГОСТу при такой стоимости мясного сырья? Это невозможно. Поэтому не надо тебя тешить иллюзиями. Все мясокомбинаты, все производственные организации, они работают по техническим условиям. Да, у них есть в ассортименте ГОСТовские колбасы, и я думаю, что и у нашего завода есть такие колбасы, которые они выпускают в соответствии с ГОСТом. Но основной ассортимент, конечно, идет изделие по техническим условиям, и я не вижу в этом ничего страшного. Это неплохо. Почему вы считаете, что это плохо? Не все, к сожалению, зависит от качества мяса и тех стандартов, которые применяются. Многое зависит от людей. В предварительной беседе с вами, когда мы готовились к этой передаче, вы рассказывали о том, как трудно было вырастить на предприятии настоящего мастера, настоящего технолога. А какова ситуация и сейчас на наших предприятиях? Ваше мнение? Вы знаете, если говорить о технологии как таковой мясного производства, то вот мое мнение таково. Для того, чтобы вырастить хорошего технолога, это минимум 10 лет. Человек должен пройти все стадии производства, узнать все тонкости, все нюансы. И, скажем так, вот с мясным сырьем натуральным работать гораздо сложнее, чем работать с добавками. Вы уж мне поверьте, это так. Потому что мясное сырье, спектр его химического состава, он разнообразен. То есть, в зависимости от того, в каком состоянии содержалось животное, каково было содержание. Ведь мясная промышленность – это промышленность, которая основывалась на научных данных. И ведь для того, чтобы сделать хорошую колбасу, надо обладать этими данными. Нужно сдать какое-то сырье, в каком оно состоянии. То есть, каково, в конце концов, pH этого сырья. Потому что, если это щелочная среда, это одни добавки и одна технология. Если это кислая среда, то это другие технологии. Понимаете, ведь в конечном итоге показатель рентабельности производства – это и вкусовые качества, и, извините, это и прибыльность производства. Поэтому никоим образом нельзя это отбрасывать. К нам в редакцию поступил звонок. Давайте примем его. Алло? Алло. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Эх, я на радио попал. Да, 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 я хочу вопрос задать, кто у вас в гостях. Нина Николаевна Янчакова у нас в гостях. Слушаем ваш вопрос. А употребляет ли она колбасу, и какого производителя, какой марки? Спасибо. Я отвечу частично вместо Нины Николаевны, а гости наши потом дополнят. Я полагаю, что Нина Николаевна не только колбасу употребляет, но она еще ее и производит. Это является частью семейного бизнеса семьи Янчаковой. Ответьте на вопрос, позвоню, что к нам идет. Вы знаете, я очень люблю колбасу, и несмотря на то, что все нам средства массовой информации говорят, что это очень вредный продукт, я с удовольствием ем колбасные изделия, причем любые. И вареную колбаску люблю, и полукопченую колбаску люблю. Да, у меня есть свои предпочтения, но, к сожалению, в рамках эфира я не могу давать рекламу той или иной компании, но они у меня имеются, конечно. Спасибо за ваш ответ. Нина Николаевна, в советское время, насколько я понимаю, вопрос возврата продукции назад на предприятие просто не стояло. Я правильно понимаю ситуацию? Вы знаете, что значит не стояло? Всегда, во все времена, значит, торговля имела какие-то огрехи. То или иное количество колбасных изделий в любом случае оно, скажем так, теряло свой товарный вид и свои товарные качества. Но советское законодательство говорило о том, что на промышленное предприятие возврат из магазинов, как это практикуют сейчас, был практически невозможен. То есть его не было. И его не было не потому, что в магазинах все покупали и все разбиралось, а потому, что использование вторичного сырьями снова предполагалось только от брака, который был произведен на самом заводе. Понимаете, да? То есть вот та вакханалия, которая происходит сегодня, то есть все производители считают, что это очень правильно, когда не дают возможность торговле делать возвраты. Ну, в одно прекрасное время это приведет, ну, наверное, к какому-то, в общем-то, собственно говоря, коллапсу. Почему? Потому что с возвратом можно вернуть все, что угодно. Да еще в наше неспокойное время. Вот представляете, если кто-то затеет какую-то, значит, ну, авантюру или, скажем так, диверсию, ну, проще простого, да, в батон колбасы что-то там внести, что-то добавить. То есть даже спровоцировать диверсию против того производителя, которому хотят насолить. Поэтому здесь вот советское законодательство, оно, наверное, все-таки стояло на защите прав как потребителей, так и, собственно говоря, производителей. Ну, и еще по какой причине не стояло этого вопроса, потому что все-таки у нас был тотальный дефицит, и поэтому вся колбаска расходилась. Но, тем не менее, я помню, и на моей памяти были такие моменты, когда торговля пыталась нам вернуть какие-то вещи. Значит, это только через службу ПВК, это только через специалистов, и практически та продукция, которая возвращалась на комбинат, она отправлялась в утиль. То есть ее не перерабатывали в продукцию, как это, к сожалению, практикуют сегодня перерабатывающие предприятия. — Нина Николаевна, не оставляет меня все-таки вот такого въедливого человека вопрос состава продукта, о котором мы с вами говорим. В связи с этим повторю нашим радиослушателям вопрос голосования. Правдив ли, на ваш взгляд, состав продукта, указываемый на оболочке наших колбас? Если вы считаете, что правдив, звоните по телефону 916-416. Если не согласны с этим мнением, звоните по телефону 916-417, звонок бесплатный. С гостей нашей Ниной Николаевной Янщиковой мы общаемся в прямом эфире. Телефон редакции 98-46-46. Номер для смс-сообщения 9277-444-5555. Я слушаю вас, Нина Николаевна, просто открывшая от изумления глаза, распахнувшая, потому что вы сообщаете вещи, с которыми я ни в одной обличительной, скажем так, передаче, ни в одной статье обличительной, которыми так богаты нынешние СМИ, не сталкивалась. Очень много пишут плохого о качестве наших колбас. А вы рассказываете, в общем, вполне успокаивающую информацию. Давайте мы еще с вами один миф развеем. Давайте. Миф импортного мяса. То есть, что нам говорят? Вот наше мясо – это хорошо, а импортное мясо – это плохо. Так вот, я вам скажу свое мнение. Та страна, которая производит мясо в таком количестве, что она может его импортировать, это говорит о чем? Это говорит о том, что у них очень хорошо развита зоотехническая служба и очень хорошо развита ветеринарная служба. Если они имеют возможность поставлять мясное сырье за границу, значит, у них все нормально с производством мяса. – Возможно, не во всем будет согласен радиослушатель, звонящий сейчас к нам в редакцию. Алло? Алло? Звонок сорвался. Напоминаем номер телефона 984646. Звоните к нам в редакцию, нам важно знать ваше мнение. Номер для СМС-сообщения 9277-445555. Нина Николаевна, но как же огромные окорочка. – Ой, боже ж ты мой, эти окорочка, эти окорочка. Ну, я вот и все время говорила так, ребят, ну, вот курица, она же не состоит из одних окорочков. У курицы есть крылышки, у курочки есть грудка, да, и у курочки есть окорочка. Ну, не едят американцы окорочка, потому что у них культура питания иная. – Ну, не бывает же птиц такого. – Ну, простите, не бывает же, что в окорочках у них плохие вещества, а в грудке нет плохих веществ. Грудку они съели сами, окорочка пристали к нам. То есть они себя кормят тем же самым, что едим мы. – Примем звонок, поступивший к нам в редакцию. – Алло. – Алло. – Алло, алло. – Я вот что самое прошу. – Здравствуйте. – Передайте, пожалуйста, обязательно. Почему колбаса, вот, высшего качества берем, она, шкурка, не очень плохо счищается. Вместе с мясом, прям половина. Другой колбасу, Саратовская, Ульянская, там счищается, вот, вот там сервела, там взять, вот, счищается вместе с мясом. Очень плохо счищается. – Спасибо за ваш вопрос, Нина Николаевна. Именно этот вопрос я и собиралась задать вам следующим. О качестве той оболочки, которая применяется в нашей промышленности. Но прошу вас сначала закончить мысль о качестве мяса. – Да, я хочу сказать, что когда мы говорим об импортном мясе, то это мясо не есть плохое, скорее это хорошее, сбалансированное мясное сырье, которое можно применять. К сожалению, я, наверное, скажу очень плохие вещи про наше сельское хозяйство. Мы разучились выращивать скот, мы разучились выращивать хорошего качества мясное сырье. Очень надеюсь, что эта ситуация изменится, и мы вернемся к тем старым добрым традициям, когда на нашем Сызранском мясокомбинате, я помню то время, когда до обеда, то есть до 12 часов у нас проводился забой и забивали 400 голов, значит, бычков. Живым весом свыше 400 килограмм, вы только представьте, когда тушка быка весила 200-220 килограмм, это было мясо высшей категории упитанности, я еще помню эти времена. И после обеда забивалось порядка 400 голов свиней, свиней мясной породы. То есть у нас был совхоз «Пионер», который выращивал этих свиней, мы их забивали. Да, но сегодня мы этого не видим. То есть мы говорим о том, что у нас как зоотехния, как наука, как производственная наука, практическая наука, она, в общем-то, потеряла себя. И у нас есть очень большие вопросы и к ветеринарной службе. И почему я это говорю, потому что, например, в советское время африканскую чуму свиней, которую завезли в Одессу, с ней справились буквально за три месяца. Да, это очень серьезно, да, это карантинные мероприятия, но, значит, в то время страна не допустила разгула африканской чумы по стране. К сожалению, на сегодняшний день мы видим обратное, что у нас она гуляет из области в область, и то там вырезали свиней, то там вырезали свиней, да. И поэтому, когда мы говорим об импортном мясе, я еще раз хочу подчеркнуть, что это не есть плохо. Скорее, в нашей ситуации это есть хорошо, потому что мы получаем хорошего качества сбалансированный мясной продукт. Другой вопрос, что какие части из этого мяса мы ложим в колбасные изделия, в мясные полуфабрикаты. Это уже другой вопрос. Дорогие радиослушатели, мы прервемся ненадолго, после чего разговор наш будет продолжен. Слово Дарьи Новиковой. И вновь в эфире программа «Разворот». У нас в гостях Нина Николаевна Янщикова, специалист мясомолочной промышленности. И разговор мы ведем о качестве наших колбас. Нина Николаевна, давайте ответим на вопрос, позвонивший к нам радиослушательницы. Какие оболочки применяют в современных колбасных изделиях, и от чего действительно одни из них легко снять, а от остальных просто невозможно избавиться? Два вида колбасных оболочек. Это натуральные оболочки и искусственные оболочки. Натуральные – это кишки, а искусственные оболочки вот здесь можно говорить, говорить и говорить. То есть количество оболочек огромное, производителей очень много. И, скорее всего, если искусственная оболочка не снимается, ну, это, наверное, вопрос качества той колбасной оболочки, которую использует тот или иной производитель. Значит, надо, наверное, просто производителю поменять с поставщика оболочки, сменить оболочку для того, чтобы… Ну, сейчас, конечно, однозначно сказать нельзя, в чем причина. Ну, конечно, первое – это оболочка, второе – это сам технологический процесс, который имеется, то есть соблюдение технологического процесса изготовления, то есть и стадия обжарки, стадия варки и, в конце концов, и стадия уже остывания, охлаждения колбасы, в каких условиях колбаса охлаждается. То есть здесь надо просто смотреть, каков сам технологический процесс. А как, на Ваш взгляд, какая из колбасных оболочек лучше в применении российского производства или, например, вот чешского, шведского, германского? И что применяется у нас в Сызрани? Вы знаете, дело в том, что сейчас наши российские производители вырабатывают великолепные колбасные оболочки. Что применяется в Сызрани, это вопрос не ко мне, это, наверное, нужно больше к специалистам Сызранского мясокабината обращаться. Я люблю натуральную оболочку, потому что её можно кушать, и она, значит, вреда не принесёт. Но и пользы, скажем так, но и особого вреда не будет. Нина Николаевна, мы говорили с Вами о качестве мяса, но как обойти вопрос шприцевания мяса, увы? Никак. Вы этот вопрос не обойдёте, потому что для того, чтобы приготовить деликатесную продукцию, мясной сырьё необходимо шприцевать. Для чего проводится процесс шприцевания? Для равномерного посола продукта. Понимаете? Вот, значит, ту же самую грудинку, если её не шприцевать, а если её просто положить в рассол, то, скажем, сроки изготовления данного вида продукта, они увеличиваются кратно. И при этом всё равно, понимаете, что это же диффузионный процесс, то есть верхние слои будут более солёные, чем внутренние слои. И вот для того, чтобы равномерно просолить мясной продукт, и производится процесс шприцевания. Другой вопрос, какой шприцовочный рассол используется? То есть это может быть, скажем так, солевой раствор, да? То есть он, собственно говоря, в общем-то, и никаких последствий от его применения нет, но это может быть шприцовочный рассол, который в своём составе содержит и фосфат, и нитрит, и, скажем так, какие-то карагинаны, да, и какие-то соевые белки. Такое ведь тоже возможно. Поэтому всё зависит от производителя, что он придумал. К нам в редакцию поступил звонок, давайте примем его. Алло. 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте, это дед Николай, беспокойно. Очень приятно, дед Николай, здравствуйте, узнал у вас ваш вопрос. Вы на мясо комбинате не работаете, но, видимо, имеете своё дело производство, поскольку вы большие специалисты. Скажите, пожалуйста, производит ли кто-нибудь в Сызерне, и вы в частности, колбасу по рецепту типа советской краковской? Ведь краковская была по рецепту нашему и не хуже, чем нынешние агресские рецепты. Спасибо. Как она ещё производится, где её искать, так называется. Спасибо за ваш вопрос. К сожалению, я могу вам сказать, что настоящую краковскую колбасу вы на сегодняшний день не встретите, потому что это гостовская колбаса. По техническим условиям выпускают кратовскую колбасу. То есть это колбаса, которая, в общем-то, где частично мясное сырьё заменяется соевым белком. Вот это мой ответ. Нина Николаевна, бог с ней, с колбасой социальной ценовой линейки, с её составом более-менее всё понятно. Но, может быть, купив дорогостоящие деликатесы, мы всё-таки покупаем то качество, на которое рассчитываем. Как вы считаете? К сожалению, к сожалению, ещё раз к сожалению. Если вы берёте какой-то деликатес стоимостью от 400 рублей за килограмм, то гарантировать, что это натуральный мясной продукт, не может никто. К сожалению, современные технологии, мы опять возвращаемся к этому, предполагают использование шприцовочных рассолов, в состав которого входят всевозможные добавки. И в любом случае, стоимость этого сырья, стоимость этого продукта, это не есть гарантия хорошего качества. От этого мы никуда не денемся. Это современная технология. Выпускать деликатесную группу продукции, ту, которую выпускалась в советское время, на сегодняшний день, ну, это не рентабельно для производителей. Мы же помним, какая у нас была замечательная запечённая буженина, да? То есть, когда у нас была там великолепная шейка, да? К сожалению, на сегодняшний день такую продукцию мы не имеем. Её нет в прилавках. Возвращаясь к вопросу голосования сегодняшнего выпуска, правдив ли, на ваш взгляд, состав продукта, указанной на оболочке колбасы, следует сказать, что 90% проголосовавших сказали нет. Вот как-то не верят люди нашим производителям, 10% согласны. Я ещё раз повторю, что, значит, вы не должны свои ожидания переносить на этикетку. То есть, производитель, как правило, пишет то, что он туда закладывает. И говядину, и свинину, и всевозможные там добавки, он это указывает, если это честный производитель. Понимаете? И поэтому я, наоборот, считаю, что верить производителю надо, но по факту, что мы видим, что говядина там есть, есть, а вот какой процент, мы уже об этом говорили в начале нашего разговора. Да, Вы правы. Нина Николаевна, я слушаю Вас и вспоминаю древние, но, к сожалению, до сих пор мудрые слова. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Но, опять же, можно вырастить, допустим, на грядке картофель и морковку, но как сделать колбасу в домашних условиях? Возможно ли это? Или придется все-таки пользоваться тем, что продается на прилавках нашего города? Для того, чтобы сделать домашнюю колбасу в домашних условиях, значит, для этого нужно, ну, наверное, иметь собственного бычка, да, или собственную хрюшку, для того, чтобы сделать вот те знаменитые домашние, типа как украинская жареная, типа как кровяная колбаса, да, вот такие вот колбасы домашние, которые делали наши бабушки, дедушки, они же делали их в домашних условиях. Можно, можно, но, значит, для того, чтобы сделать ту колбасу, к которой мы привыкли на сегодняшний день, это, конечно, должно быть оборудование. В домашних условиях такое оборудование не поставишь, и, собственно говоря, это чрезвычайно сложно. И самый здесь момент какой, это красители, которые мы используем, потому что мы привыкли к интенсивно окрашенным колбасам. Дома, если мы будем делать эту колбасу, то практически рассчитать количество нитрита натрия для того, чтобы внести в колбасу, это очень сложно. Поэтому колбаса и украинская жареная, и домашняя колбаса, они все серого цвета. Но будет ли покупатель есть такую серую колбасу? Ну, дома-то, конечно, мы съедим. А, к сожалению, на прилавок, ну, это вот, это вот прям большое сомнение. Спасибо за ваше мнение и за ваш рассказ на тему животрепещущую, о том, какая колбаса появляется на наших прилавках и на наших столах. С нами в студии была Нина Николаевна Янщикова. Еще раз благодарю нашу гостю за возможность.